Добрый день, друзья! Я Ольга. Сегодня я хочу вам показать вечерний Лондон. И перед нами известный Тауэр-бридж. Тауэрский мост. Тауэр-бридж является таким же символом Лондона, как Эйфелева башня, является символом Парижа. Тауэр-бридж, честно говоря, меня Эйфелева башня совершенно не впечатлила. На мой взгляд, это груда сваренного виталлического профиля. Чего совсем не скажешь об этом уникальном сооружении. Тауэр-бридж, честно говоря, меня зовут Тауэр-бридж. Тауэр-бридж состоит из двух опорных башен и двух пролетов, верхнего и нижнего. Нижний пролет является разводным. Он разводится где-то пять раз в неделю. Создавался этот мост для необходимой транспортной развязки. Его начали строить в 1886 году. И он строился восемь лет. Можно посчитать, что построен он был в 1896 году. То есть на сегодняшний день ему 124 года. Не так уж и много. С 1977 года по 2010 год до года реставрации он был окрашен в бело-красно-синий цвет. После реставрации ему вернули предыдущую окраску, вот такую, бело-голубую. Темнеет и подсветка становится ярче. Это туристический район Гитадея. Помните песню Лаймы Байкуля? Я вышла на Пикадилли и шла, ускоряя шаг. Вот здесь она пыталась ускорить шаг. И раньше это было практически невозможно. Потому что народу было очень много. И было трудно пройти. Но сейчас почти нет туристов. Их очень мало. Потому что можно ускоряться. Сколько души влезет. И там, справа от меня, он пересекается. Сейчас, друзья, я вам покажу что-то интересное. Я нахожусь на улице Бикадилли. Позади меня грин-пан. Я его показывать не буду. Он открыт, но там темно и ничего не видно. А впереди на экране у меня ресторан, который называется Хайт. Я вам рассказывала в предыдущем видео о Хайт-парке. А вот теперь Хайт-ресторан. Угадайте с трех раз, что это за ресторан. Это ресторан беглого бизнесмела Евгения Чичвашина. Как он сам рассказывал, первые годы в Лондоне он жил на проедание. Его капиталы уменьшались. Совершенно понятно, что в Англии такой бизнес, купи-продай, каким он занимался в России, не проходит. Потом он открыл магазин Вин, гитанист. Там у него, в этом магазине, продаются дорогие и коллекционные вина. И этот магазин существует до сих пор. Но магазин ему тоже не приносил прибыли. И вот несколько лет назад он открыл этот ресторан. Как он рассказывал, если клиент хочет, выбирает какое-то эксклюзивное вино, то они посылают конца на велосипеде в магазин гитанист. И он им быстренько его доставляет. Похоже, что и этот бизнес у него не очень хорошо идет. Потому что сейчас, как я слышала, он занимается уже совсем недостойным делом. Не знаю, можно ли это говорить. Кто интересуется Чичваркин, может это почитать сам. Вот, друзья, раз уж я в полночь гуляю по городу, покажу вам подземный переход. Это какая-то паркона район. Вот тут живопись. Какая хочешь. Пуста. Потому что время-то уже не детское. вообще тут переходы обычно все очень простые. Также подземка вся очень простая, устроена функционально, чтобы перевозить людей и не более того. а тут вот так вот раскрашено. Да, тоже. Друзья, здесь меня постигла фиаско. Я хотела вам показать подсвеченный Херетс, но без подсветки. Это один из самых дорогих и престижных магазинов Англии. До 2010 года им владел Мухаммед Аль-Файет. Это отец того человека, которым принцесса Диана погибла в автокатастрофе. В 2010 году Мухаммед Аль-Файет продал этот магазин за полтора миллиарда фунтов стерлингов катарскому инвестиционному фонду. Магазин находится между станциями Найтсбридж и Саут-Генсингтон. Примерно в двухстах метрах отсюда в сторону Саут-Генсингтон. Знаешь, я жила в первый год моей жизни в Лондоне в этом дорогущем элитном районе. Тут был мой второй адрес в Лондоне и отсюда я ходила пешком на работу через Кайт-Парк. На этом я закончу свою экскурсию. Уже глубокая ночь. До встречи, друзья. Спасибо за внимание. До встречи,